Всем привет! Продолжаем гулять по Васильевскому острову. Вот хочу показать дом. 13 линия, дом 24. Дом купца Андреева, архитектор Соловьев. Год постройки ориентировочно 1800-1825. Чем знаменит этот дом? А знаменит тем, что в этом доме в 1890-х годах жил молодой инженер-кораблостроитель Алексей Николаевич Крылов. Знаменитый человек, заслуженный деятель науки и техники, академик, герой социалистического труда. Народился в 1863 году в деревне Висяга, Симбирской губернии. Поступил в морское училище, окончил с наградой. Его имя было занесено на мраморную доску училища. Поступил в компасную часть после училища главного гидрографического управления. Затем поступает на судостроительный завод, становится преподавателем академии математики и теории корабля. Прекрасный математик, труды Крылова подняли на огромную небывалую высоту отечественную кораблестроительную науку. Знаменитые его высказания про чиновников, что все эти чиновники, которые применяют слово из трех от. Отписаться, отмолчаться, отказаться. Занимал пост главного инспектора кораблестроения и председателя морского технического комитета. Еще молодым ученым Крылов создал теорию качки корабля на волнении. И вот как про него говорят англичане. Был такой английский ученый Рид, который признал свою несостоятельность. А в математическом описании теории заявил. Приехал в Лондон русский, никому до то ли неизвестный капитан Крылов. И изложил в Британском обществе корабельных инженеров теорию качки корабля. Англичане признали приоритет русского ученого. И в общем были вынуждены присудить золотую медаль общества ученому иностранцу Крылову. Крылов развивал учение Макарова о непотопляемости и живучести корабля. Ну вот военные моряки знают, что это такое. Крылов развил это учение. Создал свою знаменитую таблицу непотопляемости. Также Крылов известен как крупный специалист в области артиллерии. Имел очень многие научные труды, имеющие большое практическое значение. В 1919 году его назначили начальником военно-морской академии. Конечно, в то время было тяжело, ему пришлось решать огромные проблемы. Но все равно он писал научные труды. К нему обращались ученые. Он старался решить какие-то проблемы, которые возникали. Читал лекции на различных факультетах военно-морской академии. Награжден орденом Ленина. Удостоен почетного звания заслуженного деятеля науки и техники. Присвоили звание Героя Соцтруда. В 1945 году, после тяжелой болезни, Крылов скончался и похоронен на Волковом кладбище в Ленинграде. Ну вот, вроде быкновенный дом, да? А вот жил там такой, ну не просто известный, а это вообще известный-известный человек. Известный ученый, военные моряки. И я уверен, каждый моряк, который учился в училище, конечно, помнит труды Крылова. Вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам рассказать. Все, пока, всем привет. Вот такой дом по 13-й линии, дом 24, у нас на Васильевском острове. Пока.